Добрый вечер! После несколько затянувшегося новогоднего рождественского уикенда нашей программы мы вновь с вами. И сегодня смотрите сами, что значимого и важного в нашей жизни произошло в минувшие дни. Итак, поехали! Если говорить об университетской жизни, то она напряженно идет на двух фронтах. Экзаменационная сессия и защита дорожных карт институтов на 2017 год. Итоги этих событий мы еще обсудим в наших следующих программах. 20 января стало одним из самых значимых числом месяца. В мировом масштабе это, конечно, день, когда, наконец, США сменилась администрация. Шумы совершенно невероятных выкрутасов для, казалось бы, еще вчера самой образцовой демократии мира, избрания народом США в качестве своего президента Дональда Трампа мы наслушались и насмотрелись в последние два месяца в чрезмерном количестве. К атаке на воле изъявления народа были подключены все мыслимые и немыслимые силы. Тут и сенаторы, и мэры, и голливудские актеры, и секс-меньшинство, и что уж совсем новое в американской жизни средство массовой информации. Последние так старались, что сами того не заметив превратились в образцовую машину пропаганды, с которой сами вроде и боролись. Стали строго по учению Ленина активными коллективными агитаторами и организаторами, а еще и провокаторами и поставщиками откровенно провокационно-уголовного контента. Впрочем, не будем углубляться в мировую политическую повестку. Это с успехом делают наши федеральные коллеги. Скажу лишь, что сегодня мы еще вспомним про такое новшество американской демократии времен Обамы, как медиа-ложь и провокация в борьбе политических неудачников со здравым смыслом. И вновь про 20 января. В этот день первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев отметил свой юбилей. Личность поистине исторического масштаба, сыгравшая одну из центральных ролей не только в истории Татарстана, но в целом становления и укрепления новой Российской Федерации. Сам факт того, что поздравить юбиляра в московском Кремле собрались сразу два президента России, действующий и бывший, подчеркивал значимость личности Шаймиева для российской истории. Такого формата еще никогда не было, и думаю, что не будет. Ибо Шаймиев в России такой один. Я сам знаю лично Ментимира Шаймиева уже 26 лет. Почти полтора десятка лет был участником практически всех социально-экономических преобразований в Татарстане, которые проводил Ментимир Шаймиев и которые предопределили облик республики и стали образцовыми для России в целом. Так много важного и удивительного хочется, и можно рассказать в деталях, но, признаюсь честно, не готов. Опять же, масштаб личности первого президента Татарстана таков, что трудно пока найти адекватную и очень выразительную форму определения его вклада в нашу эпоху. Одно только точно – здоровье и долголетие Ментимиру Шариповичу. Выдающихся людей у России много, а Шаймиев один. Президент Путин и экс-президент Медведев подарили Ментимиру Шаймиеву карту 17 века, где на большей части евразийского пространства раскинулись земли Тартарии. – Здравствуйте! – Здорово! – Здорово! – Здорово! – Середично поздравляю вас! – С приступающим домашним. – Правильно. – Слушаюсь. – Продолжение. – И хотим вам поднести вот… – Он спал, я как было временно. – Да, нормально. – Ничего не меняется. – Такую карту в древней Татарии – это автоплава. В Голландии был такой картограф 17 века. Но это трудно понять, кто на этих территориях тогда жил. Просто это говорит о нашей общей истории. Подчеркивает ее и подтверждает. Смею предположить, что существенной подсказкой для президентов России в непростом вопросе, что дарить Шаймиеву, стал фильм известного российского тележурналиста Сергея Брилева «В поисках Тартарии», который он в последние несколько месяцев снимал именно к юбилею Ментимира Шаймиева и премьера которого состоялась на канале «Россия» в минувшее воскресенье. Кстати, об этом фильме, а заодно и о медиаобразовании, о своих профессиональных приемах и советах будущим журналистам Сергей Борисович подробно рассказал здесь, в КФУ, в этом ньюсруме, нашим корреспондентам на минувшей неделе во время своего посещения Казанского федерального университета. Ко мне действительно обратились с идеей мои друзья на Казанске, это было летом, о том, чтобы сделать фильм к 80-летию Шаймиева. Я бы ходил по думу, недельки три, сам с собой, пытаясь поймать какой-то способ производства этого фильма, который сделал бы его поинтереснее, чем иллюстрированная биография. Потому что согласимся, что иллюстрированных биографий Шаймиев их уже есть много, в виде книг, фильмов и так далее. В общем, все это примерно знают. И потом из глубины сознания, серьезно, не преувеличиваю, я вот пока ходил, размышлял сам с собой, в силу профессиональной принадлежности, визуальная память-то ничего все-таки, я вспомнил, что я шел как-то по Венеции, по дворцу Дожий, и в гербовом зале увидел карту мира, которая, естественно, была очень подробная для своего времени, потому что венецианцы были властителями морей, я увидел на том пространстве, где сейчас Евразийский союз и Южный район Российской Федерации, надпись «Тартария» с «Р» посередине. И вот вспомнив это, я уже начал крутить. И в результате фильм «К 80-летию Шаймиева» у нас называется «Шаймиев в поисках Тартарии». И мы ищем всякие вот такие вот интересности. Я вернулся в Венецию, мы сняли там эпизод, мы сезли в Эдинбург, в Шотландию, где в 1771 году была издана впервые энциклопедия «Британика», включавшая статью о «Тартарии». Вот, я открыл этот том в библиотеке Венеции в Эдинбурге. Оружейная палата в Москве, Эрмитаж в Петербурге, ну и, само собой, Казань, Булгар-Свежка. Вот это вот как-то все так вот породило такой конструкции. Но сначала нужно было три недели вот так вот походить. Я нерационально разморчал и просто какой-то образ ловил. Ну вот, даймали. Вы прошлись по нашей школе. Какие ощущения у вас? Двоякие. Вернее, двойные, из двух пунктов. Во-первых, завидно, потому что в наше время такого не было. А во-вторых, мне просто показалось, что я сегодня увидел такую любопытную инфраструктуру готовую, что даже решуешь предположить, что через некоторое время на каком-то следующем витке эта замечательная инфраструктура будет использоваться не только для производства университетского телеканала, но может стать таким замечательным, в хорошем смысле слова, инфраструктурой на продажу. По-моему, приходить какие-то другие вещательные организации и использовать эти студии, эти монтажки, этот хромакей, который я увидел. Поэтому, по-моему, очень здорово. Ну и действительно очень важно. Эта проблема была всегда, но сейчас, может быть, она даже обострилась по целому ряд причин. У нас в советские годы университетское образование было построено на том, что из стен университета все выходили такими энциклопедистами, не обязательно владея ремеслом. Потом эту систему решили поменять, и в результате мы и энциклопедизм растеряли, растеряли, и ремеслом людей не снабдили. И по большому счету, вот когда к нам приходят выпускники современные, ну чем ты занимаешься с ними в первый год? Ты, собственно говоря, их учишь работать, чему они совершенно не научены во время образования. У вас эта проблема уже решена. Чем мы в последнее время еще занимаемся в течение первого года? Мы доводим выпускников вузов до кондиции, потому что по целому ряд причин, ну по целому ряд причин, уровень вот такой эрудиции у студентов часто в целом пониже, чем он был в прошлый год. Ну есть какие-то анекдотичные случаи, которые не хочу рассказывать, есть серьезные вещи, но вот ты людей как бы доводишь до ума. Но при этом мы ветераны, вот почему я не помню, не холодная война, Поляковского побоища, где там битва прикалки. Вот мы ветераны битвы прикалки, конечно, происходим из мира дисковых телефонов, таксов. И так далее. Очень пугаемся всяких гаджетов. Это очень страшно. Очень страшно. Пытаемся скудному мишкам понять, что это такое, иногда получается. А молодежь приходит, вы же с этим вырастаете, правильно? Ну самый простой способ наладить мобильный телефон, как отдать его там трехлетнему ребенку. Вы, конечно, уже не трехлетние ребенки, но вы трехлетними были, когда это все появилось. Поэтому вы в этом смысле намного более продвинутые, чем вот мы ветераны битвы прикалки, ну или там Невского побоища. Соответственно, нам тоже есть чему у вас учиться. В действительности очень важно, хорошо бы, и я вижу, что вот здесь как раз в стенах фоид получается, поймать вот тот самый момент, когда вы уже продвинутые, мы еще не до конца выжившие из ума, то есть мы понимаем что-то вот в плане редукционных процессов, вы понимаете больше уже в технологиях, вот поймать этот момент, когда вот мы с вами раз и соединимся. Да, то есть мы свое технологическое скудоумие благодаря вам компенсируем, вот, а вы от нас получите какие-то вот редукционные сведения. По-моему, вот как раз в этом и состоит задумка того, что мы видим здесь, и это может получиться. В нашей школе проводится множество мастер-классов, и вот хотелось бы вас увидеть в числе их. Ну, приятно, как-нибудь, я часто гостя Тарстана. Слушайте, я за этот год в республике, наверное, раз пятый или шестой, ну, правда, это было, конечно, связано с большим количеством съемок вокруг Митима Шариповича, но я, в принципе, бываю, и вот там фотография даже висит. Это вещдок, что я здесь бывал. Ну, так что, ну, отчего же нет. Вот, я, собственно говоря, сегодня заехал сюда, в плоскость Кремля, где мы действительно показывали этот готовый фильм. Митим Шариповичу устроили такой предпремьерный показ, если хотите. Вот, заехал как раз в судить кое-какие планы, потому что кое-чего у нас такое на горизонте есть, пару раз получалось, и вот сегодня, может быть, с руководством факультета и университета кое-чем договоримся. Могли бы вы дать какой-то совет будущим журналистам? Читать побольше. Точка. Спасибо. У вас есть какие-то особенные вопросы? Вы проводите интервью с важными личностями в сфере политики, может быть. У вас есть какие-то особенные свои вопросики, такие, которые вы задаете в особенности? Нет, послушайте, это, ну, здесь невозможно выработать какую-то формулу. Естественно, каждому интервью надо готовиться индивидуально. И по большому счету, для того, чтобы записать хорошее интервью, тебе нужно прочесть штук 10 интервью с этим человеком, который брали коллеги, читаться, подумать, иной раз посмотреть пару документальных фильмов про этого человека, если он особенно относится к тем сферам деятельности, в которых ты не бум-бум. Вот. Я, например, большую часть своей жизни искренне полагал балет тупиковой ветви мирового искусства. А потом бумс, и потом бумс, и юбилей моей Михайловны Плесицкой. И я понимаю, что ее нужно записать, потому что людям это интересно, но сам, вот, полагаю, понимаете, ее искусство тупиковой ветви. Что я сделал? Вот. Я прочел там три ее биографии, посмотрел четыре документальных фильма, и, кстати сказать, понял после просмотра фильмов вот тех, что, оказывается, я в жизни балет понормального никогда не видел. То есть он мне не нравился, потому что я его не знал. А узнав, я, естественно, проникся. Это вовсе не означает, что перед вами стоит человек, который ловит билетик на очередной балетный спектакль, но, если ты журналист, и человек, ты должен, конечно, быть к этому готов. И, насколько мне известно, ну, сможет, давайте судить по некоторым косвенным признакам, записав тогда интервью с Майей Михайловной на ее юбилей. Это было давно уже, я говорю, лет 12 назад. Вот потом я ею и ее мужем был зван раза три или четыре, когда у них были следующие юбилеи, потому что они говорили, вот, Сережа разбирается. Вот. Я, конечно, я разбираюсь. Но, нет, ну, ты должен подготовиться. Ты должен подготовиться. Поэтому, в общем-то, наша работа, она состоит на 30%. в поле работать, а на 70% за столом сидеть и читать, повышать свои знания. Ну, в том, что ты разбираешься и повышать, все углублять, в том, что почему-то ты не разбираешься. Действительно, не нахвататься, а вот прийти, ну, человек подготовленный, если пишешь интервью. Так получилось, что январь пестрил в медиа новостями о самих медиа. Я уже вспоминал про американские средства массовой информации, некоторые из которых стали настоящими политическими игроками и потеряли всякую связь с реальными задачами, выполняемыми СМИ. В ряду медиа-событий Сергей Брюлев, посетивший Казань и КФУ, а еще и подсказавший своим фильмом тему «Подарка президентов России первому президенту Татарстана». А 13 января, в день опять-таки российской печати, в университете начал работу уникальной в республике шоу-рум. Очень скоро оттуда начнут практически в ежедневном режиме выходить ток-шоу, дискуссионные и образовательные программы в самом лучшем разрешении. А вот для тестового дискусса в медиазале была выбрана очевидно самая актуальная тема для сегодняшнего мира фейки, рожденные средствами массовой информации. Наши корреспонденты подробнее. Ваши техническими вещами. Здесь сейчас очень много ствола технологии. Вопрос значимости практического образования журналиста волнует не только вузы, но и телеканалы. Российский телеведущий и заместитель директора телеканала России Сергей Брюлев прибыл с визитом в Казанский федеральный. В сопровождении ректора КФУ, Ильшата Гафурова и генерального директора управляющей компании «Просто молоко» Маратом Муратовым, телеведущий посетил студии и Ньюсрума вуза. В советские годы университетское образование было построено на том, что из стен университета все выходили такими энциклопедистами, не обязательно владея ремеслом. Потом эту систему решили поменять, и в результате мы и энциклопедизм растеряли, и ремеслом людей не снабдили. У вас эта проблема уже решена. В КФУ телеведущий также ознакомился с новым шоурумом универсальной телестудии, оборудованной современной техникой в телеформате 4К. Кстати, аналогов шоурума в Татарстане нет. В этой студии уже прошла тестовая запись ток-шоу в планах съемки программ научно-познавательного формата ТЭД. Во-первых, завидно, потому что в наше время такого не было. А во-вторых, мне просто показалось, что я сегодня увидел такую любопытную инфраструктуру готовую, что решуешь предположить, что через некоторое время на каком-то следующем витке эта замечательная инфраструктура будет использоваться не только для производства университетского телеканала, но может стать таким замечательным в хорошем смысле слова инфраструктурой на продажу. Вам будут приходить какие-то другие вещательные организации и использовать эти студии, эти монтажки. В завершении встречи телеведущий заверил студентов, что скоро приедет в КФУ с мастер-классом или с радостью примет участие в ток-шоу новой студии. Кстати, и цитаты недели, на мой взгляд. Вне всякой конкуренции стало размышление президента России Владимира Путина о сути, природе и глубине падения тех, кто производит медиафейки. Откровенную ложь использует их в своих политических целях, ведя борьбу по всем фронтам даже с президентом США, что доселе вообще было немыслимо. Смотрите сами. Вот эти вбросы это очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню, когда он приезжал, несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях. Ну, просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет. Это просто полный бред. Первое. Второе. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, да, а во-вторых, человек, который всю, ну, не всю жизнь, но многие годы занимался организацией, организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу так и представить, что он побежал в Атель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. хотя они, безусловно, и они у них в самой лучшей в мире, безусловно, но сомневаюсь, что Трамп это клюнул на это. Ну, наконец, вы знаете, что хочу сказать? Проституция это серьезное, такое, безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что им, ну, они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом. И это в значительной степени на общество и государство. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Кстати говоря, Россия постоянно имеет дело с такими людьми, с нашими оппонентами. Но то, что вот такие методы используются против избранного президента США, это, конечно, уникальный случай. Такого еще никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США. И вновь возвращаюсь к юбилею Ментимира Шаймиева. Нельзя не вспомнить, что он сегодня единственный на просторах огромной России политик, который все свои силы и знания, опыт и умения направляет на возрождение истории многонационального народа страны. Не разово, а именно каждодневно, системно, Болгар и Свияжск, возрождаемые храмы Казани и вновь создаваемые духовные исламские центры образования. Все это под опекой государственного советника Татарстана Ментимира Шаймиева. Причем каждый из этих проектов находится в стадии непрерывного развития. 17 января на территории музея-заповедника острова Града Свияжск открыли новый информационно-образовательный центр Всемирное культурное наследие Казанского федерального университета. Центр войдет в структуру Института международных отношений и истории востоковедения и объединит в себе образовательную, презентационную и выставочную площадки. Тишь и благодать острова Свияжск диктуют свой образ жизни. Здесь каждого навещает особое вдохновение и появляется огромное желание разгадывать загадки истории. Кстати, жемчужина острова Дом Крылосова уже полностью готова к новым научным программам. Теперь данный проект культурного наследия получил новый важный статус и стал информационно-образовательным центром Казанского федерального университета. Крупные научные проекты, которые подразумевают все, что связано с духовным миром, будут реализовываться на базе нового здания, которое действительно является уникальным. Здание конца 18-го столетия, одно из немногих, наряду с культовыми памятниками, это действительно жемчужина острова, и было в очень тяжелом состоянии, благодаря поддержке правительства республиканства, фонда возрождения. Это здание очень бережно отреставрировано. В 1832 году дом был выкуплен Министерством народного просвещения, после чего в нем была сделана перестройка. В 2014 году в здании начались реставрационные работы, после чего дом Крылосова был передан КФУ для реализации научно-образовательных работ университета. В этом небольшом здании расположились информационная аудитория Детского университета Приложского федерального округа КФУ, учебно-практические лаборатории и новый Александровский зал для заседаний, конференций и круглых столов. А на первом этаже расположилась кафедра ЮНЕСКО Казанского федерального университета «Всемирное культурное наследие». На базе кафедры будут проходить выставки Свиярской коммуны художников. Сейчас в этом доме размещена выставка Свиярских художников. И здесь можно видеть работу Ильи Николаевича Артамонова, на которой изображен дом Крылосова в 1993 году. Здесь же мы можем увидеть работы и Анатолия Николаевича Егорова. Его называют Свиярским манэ. Не случайно. Дело в том, что художник работает, создает гобелены. И это нашло отражение в его стилистике и технике живописной. Стоит отметить важную роль учебно-практических лабораторий археологического дерева и реставрации фресок. Тут будут проводиться практические занятия для студентов и учащихся образовательных учреждений Татарстана. Соответственно, ребята здесь проходят практику по обучению реставрационным методам консервации и реставрации. Они учатся у нас в магистратуре в КФУ на реставраторов. То есть теоретическая часть она вся проводится в университете, а здесь практика, причем очень удобно получилось, то, что предметы непосредственно с острова из разгопа татарская слободка. Находки из дерева, кожи и текстиля в огромном количестве сохранились благодаря уникальному слою Свиярска. Влажный слой позволил сохраниться уникальным находкам на протяжении нескольких столетий. Сохранять такое дерево достаточно трудно, потому что достаточно капризный материал. И сохраняем веществом, которое называется полиэтиленгликоль. То есть за счет замещения воды он не дает предмету окончательно иссякнуть и поддерживаем музейную форму. Такое событие не могло остаться незамеченным. Дом Крылосова готов неоднократно заявлять о себе. Кстати, в дни юбилея первого президента Республики Татартан, государственного советника и руководителя Республиканского фонда возрождения Ментимера Шаймиева состоится презентация нового информационно-образовательного центра КФУ. Данное мероприятие состоится 25 января. И раз уж мы заговорили подробно об истории. Время вспомнить об историческом решении, которое принял единогласно накануне Нового года ученый Совет Казанского Федерального Университета относительно самого исторического зала главного и самого исторического здания КФУ. Отныне актовый зал главного здания будет именоваться Императорский. Красивое и обоснованное решение неожиданно вызвало сразу после праздников ну как только все начали искать себе темы для дискуссий изрядно отдохнув споры в общественных кругах. Ну общественность иная такая общественность пока никто ничего не делает и она молчит ждет когда же то что начнет делать а вот только начни что делать она общественность тут же готов пригвоздить тебя за то что ты начал делать доске позора. Вот и вокруг Императорского имени главного зала университета началась суета в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации республики. Мы не стали дискутировать с кем бы то ни было а обратились к самому надежному источнику информации. Директору музея истории КФУ Светлане Фроловой в чем ведение и находится теперь уже Императорский зал за подробными разъяснениями и рассказом о том что и почему подтолкнуло университет к еще раз напомню единогласно принятому решению. Итак, почему все-таки Императорский зал? Почему и что не устраивал наименование Актовой к которому многие там поколения привыкли как-то свыклись с этим и если стоял действительно вопрос о возвращении к истокам то скажем не Александровский Дело в том что Казанский университет включает в себя сейчас большое количество институтов высших школ в каждой из которых есть свой актовый зал и актовый зал в том числе и в исторических зданиях это здание бывших высших женских курсов бывшего ремесленного училища то есть их у нас десятки актовых залов в университете в том числе и исторические актовые залы и поэтому даже когда мы пишем объявление где что состоится бывает очень много курьезов когда люди большими группами приходят к нам в зал и говорят как разве конференция или круглый стол не в вашем актовом зале мы говорим нет а из какого института и отправляем уже по направлению это одна причина другая причина заключается в том что именно этот зал был воссоздан на конец 19 века он был отреставрирован включая внешний облик обоев потолок предметы интерьера кресла стол и даже в 2004 году здесь появился портрет императора Александра I именно в этом зале и принимали императоров членов императорской династии когда они приезжали в Казань он был единственным залом в котором происходили актовые публичные собрания читались речи защищались диссертации порой ситуации были такие что например мейер защищает свою диссертацию такое огромное количество народа привлек сюда на защиту что даже известный музыкант который приехал сюда в Казань не смог дать свой концерт концерт просто не состоялся дело в том что Казанский университет на протяжении более 100 лет с момента своего основания именовался императорский это был особый титул который давался учебным заведениям это мог быть не только императорский университет но и императорская гимназия этот титул носила наша первая казанская гимназия он был связан с тем что этому учебному заведению особое покровительство уделялось главой государства и оно выражалось не только в отделении финансирования но и в решении вопросов научной образовательной педагогической деятельности это значит что глава государства нередко лично просматривал документы связанные с деятельностью университета и принимал важные ключевые решения а вот кстати до того момента как все это вся эта большая гигантская история свелась к одному имени только Ленина и весь зал превратился фактически в Ленинский Мемориал да как он именовался он именовался актовый зал Казанского университета так изначально ну он был один единственный конечно да он был одним единственным актовым залом одним единственным актовым залом хотя были актовые залы и в других учебных заведениях но таким большим по площади таким красивым находящимся в самом центре города в сердце города, в конце главной улицы города, то есть с одной стороны этой улицы центр администрации, древняя крепость, а с другой стороны образовательный, культурный и просветительский центр всего огромного региона Казанский университет. А вот все-таки если мысль шла вот какое-то историческое название сегодня придать этому залу, вот имя Александра никак не всплывало, как один из вариантов? Безусловно, в качестве одного из вариантов было и имя Александра Первого. Почему, может быть, не остановились на этом варианте? Вероятно, потому что таким образом мы говорили бы только об основателе университета Александре Первом. Хотя, называя зал Александровским, можно было предположить, что мы ведем речь об Александре Втором или об Александре Третьем. Кстати, Александра Первой, став императором в Казани, уже не был, и он не посещал Казанский университет, но он был вместе с отцом, с Павлом Первым, в конце XVIII века, будучи цесаревичем. Именно тогда его отец принял очень важное решение воссоздать Казанскую гимназию. Именно потом на ее базе и создан был Казанский университет. Будущий цесаревич, будущий император Александр Третьий в 1866 году тоже побывал в Казанском университете. Надо сказать, что дети Александра Второго, который получил специализированное и очень хорошее образование, в качестве одного из направлений своей подготовки для дальнейшей управленческой деятельности осуществляли путешествия по стране. И в ходе этого путешествия они посещали университеты. И это был не парадный осмотр университета. Они слушали лекции. Наследником Александра Второго был его старший сын Николай, который скоропостижно ушел из жизни. Но именно Николай, готовясь стать императором, посетил Казанский университет, он слушал здесь лекции. Его брат Алексей слушал здесь лекции. В 1866 году здесь побывал Александр, будущий император Александр Третий. И он оставил отзыв и автограф в книге почетных гостей Казанского университета, которая сейчас хранится в отделе рукописи редких книг. Дело в том, что уже с 30-х годов 19 века в актовом зале проходили публичные лекции. То есть университет всегда был открыт для жителей города. В начале 20 века в актовом зале размещался музей изящных искусств. И в этом музее его возглавлял сначала Могуевский, потом известный искусствовед Айналов. Но он уехал в конце 19 века из Казани, потому что для нас это странно сейчас слышать. Но Казань в конце 19 века – это город, в котором не проводились даже художественные выставки. И он уезжает отсюда. Несколько лет место директора музея изящных искусств было не занято. Потом его возглавил Миронов. И вы знаете, буквально недавно просматривая документы в отделе рукописи, я нашла документ поручения ректора Казанского университета, директора изящных искусств, профессору Миронову, в 1915 году найти в актовом зале место, где разместить доску с именами студентов и служащих университета, погибших в год войны. А вот раз уж императорский зал, не планируется ли помимо портрета императора-основателя еще и воссоздать здесь портреты других царствующих персон в тот период, когда университет существовал? Вы знаете, тогда была бы эта полная реконструкция, например, по фотографии воспринятая. Но даже те портреты, которые мы видим на фотографии, они вызывают вопросы. На фотографии, вот на этой стене, на большой стене напротив окон мы видим пять портретов. Среди них два портрета Александру Первому. Основатель университета и обновитель университета, обновленный университет. Обновленный университет, как было написано в Магницке. Великий князь. Два портрета Николаю Первому в качестве великого князя и уже императора. И небольшой портрет Александра Третьего. И здесь на стене тоже был портрет царствующего императора Александра Третьего. Почему не было портрета Александра Второго, царя-освободителя? Но абсолютно точно известно по фотографии в зале совета университета находился мраморный бюст Александра Второго. Но портреты мы не видели. Как все было сложно. Да. Те портреты, которые мы видим на этой стене, они висели в зале заседаний совета университета. И дело в том, что не университет принимал решение о размещении того или иного портрета. Разрешение разместить портрет давал министр народного просвещения. Вот поскольку год Лобачевского, мы все равно без вопроса о нем не можем обойтись. Лобачевский в этом зале присутствовал и в каком качестве? Да. Лобачевский произнес здесь свою знаменитую речь о важнейших предметах воспитания. И будучи ректором, он открывал торжественные собрания университеток, посвященные его основанию. Здесь происходили научные диспуты и в этом зале происходили защиты диссертаций, на которые, кстати, собирались в том числе и горожане. Вот были времена, когда горожане ходили с интересом слушать защиты диссертации. И не случайно в актовом зале стояла и доска, как непременный атрибут актового зала, потому что на ней вели записи. Она была особого размера для интерьера этого зала с резьбой, но сейчас ее нет. Она должна была быть вот здесь, вот тоже она вдоль этой стены стоит в середине. Ну и может быть в завершении сегодня нашего разговора известно, что поддержаны единогласно ученым советом университета, поддержаны единогласно решения о переименовании зала в императорский. У нас общественность такая же, она вот молчит, пока никто ничего не делает. Как только начинаются движения, появляются мнения. Кто-то стал обвинять в том, что идеи империализма каким-то образом вот сейчас начнут витать здесь. Кто-то наоборот там захлеб, просто приветствует это и даже тут тоже переходят какие-то границы. Вот ваше мнение как историка, как человека собирающего эту историю, хранящего его, все-таки в чем смысл и в чем ценность этого решения, которое принято? Что бы вы могли сказать тем вот таким заочным оппонентам, которые вдруг проснулись и озаботились судьбой того, чего без их участия много лет уже возрождается и приводится в первоначальный, во всяком случае, соответствующий, близко первоначальному виду. Мы, как благодарные потомки, возвращаем в пространство Казанского университета наименование императорский. Именно в этот период времени он приобрел тот самый вид, которым мы гордимся и которым гордились предыдущие поколения выпускников и профессоров Казанского университета, создавших крупные научные школы, известные во всем мире. Они были созданы именно в период императорской России. И поскольку он воссоздан на период правления императоров, то это выглядит вполне закономерно, что называется императорский зал. Ну, кстати, ни у кого же не вызывает эмоций никаких, что большие, главные наши величинные залы в Кремле носят имена и императоров, и, значит, святых покровителей и так далее. Да. Таким образом, у нас в университете появился такой зал, как дань памяти нашей предыдущики. Будут какие-то еще модернизации в этом зале? Да. Ну, модернизации исторического плана. Да. Предполагается, что портрет Александра I на торцовой стене, большой портрет, он будет украшен рамой по аналогии с той, в которой был подлинный портрет, написан еще в 1806 году художником Рацетти. И эта рама была с дубовыми листьями, с символом императорской власти, с короной, державой, с скипетром. Предполагается, что в актовом зале появится вензель императора Александра I, который мы видим на обложке утвердительной грамоты. Он появится в виде вышивки на скатерти стола президиума. Стол президиума будет украшен, вот сейчас бордовая бахрома, в цвет этой скатерти. Она будет золотая, и будут кисти такого же цвета. И предполагается, что портреты на большой стене, напротив окон, они останутся. Портреты выпускников университета, ученых. Но они будут сделаны на крученных подвесах, заканчивающихся кистями, так, как это было в свое время, когда они висели в зале заседания Совета университета. Это скоро произойдет? Я надеюсь, что в течение этого года это произойдет, планируется, по крайней мере. Спасибо. Напомню, что это информационно-аналитическое шоу смотрите сами. Уже через несколько минут придет время шоу. Наши гости, музыканты симфонического направления продемонстрируют вам, как можно виртуозно классику переводить и приспосабливать к современности. Как раз то, что сегодня многим во вне музыкальной жизни отказывает. Но это через пару минут. А сейчас еще один серьезный разговор. И этот разговор о том, что волнует нас больше всего в жизни. Это, собственно, о жизни, о нашем здоровье. Мы будем говорить сегодня с нашим гостем. Добрый вечер. Это Татьяна Юрьевна Шлебченкова, зав. Эпидемиологическим отделением университетской клиники «Казань». И знаете о чем? Город наводнен страхами, город наводнен вопросами. Действительно ли у нас эпидемия гриппа? Действительно ли у нас эпидемия вирусных заболеваний сегодня? Понятно, что за весь город нам говорить тяжело. Но вот как ваша практика сегодня свидетельствует? Есть переход того порога, который опасен? И что свидетельствует об этом? Все учреждения города получили постановление Роспотребнадзора о том, что ввести ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу с 17 января. Значит, они есть. Превышение порога этого. По нашей клинике рост вызовов уже начался с конца декабря. То есть уже под Новый год? Под Новый год. С 28-го, где-то 29-го декабря у нас стало по 40-30 вызовов. И мы работали все праздники, все праздники терапевты. Выезжали на вызова, лечили людей. То есть рост вызовов был налицо. А это вот что? Что является характерным признаком того, что чего-то неладно в организме? Просто температура поднимается, как обычно, голова побаливает, насморк? Ну, острореспираторные вирусные инфекции характерны тем, что они объединены. Все это много инфекций, которые объединены вирусом с одним типом передачи. Это воздушно-капельный тип передачи. То есть передается при чихании кашля с мокротой, с частичками слюны к здоровому человеку. И объединяются одинаковыми схожими симптомами. То есть это подъем температуры тела, кашель, насморк, головная боль. Вот грипп относится к ОРВИ, но выделяется особо вследствие того, что эта инфекция склонна к эпидемическому распространению. То есть быстро распространяется и может вызвать эпидемию, даже пандемию. И второе – это то, что грипп серьезен своими, страшен своими осложнениями. Поэтому он выделяется особо. Ну, грипп, он возникает резко. Сразу человек на фоне полного здоровья может почувствовать себя плохо. Это головная боль, озноб, боль в теле и высокая температура. – А вот это страшное… Я вот начал говорить, что страхи какие-то гуляют по городу. Гонконгский грипп. Вот он действительно какой-то особый сейчас? Или это больше наши страхи? – О подтипах гриппа будет известно в конце эпидемии, когда будут сделаны анализы у многих людей. И это будет сведено в один анализ. И тогда будут известны эти подтипы. Но в этом году мы делали вакцину, прививку против гриппа. Это трехвалентная была вакцина, в которую входили такие штаммы гриппа, как штамм АН1Н1, это от 2009 года. Свиной грипп, как называется. Потом грипп Б. И грипп H3N2 – это вот подтип гонконгского. Но он может быть разный. И это только будет известно после эпидемии, когда лаборатории сделают эти анализы и нам оповестят об этом. – Но все-таки в целом люди излечиваются? – Конечно. Каждый год приходит грипп. – Негативных последствий. – Каждый год приходит грипп. Но легкомысленно к нему относиться нельзя. Вот именно из-за осложнений. Нужно все-таки серьезно отнестись к своему здоровью. И именно если этот грипп, а не просто вирусная инфекция. – Серьезно отнестись? – Во-первых… – А профилактики с этого начинают делать? – Во-первых, если у вас поднялась температура, то вы должны остаться дома и вызвать врача. Не пойти ни на занятия, ни в школу, ни в институт, чтобы, во-первых, не распространять инфекцию, а во-вторых, чтобы не навредить своему организму. Потому что это большая нагрузка с температурой. На ногах переносить эту температуру не рекомендуется. Осложнения могут быть более часто при этом. Если вы уже заболели, если человек уже заболел, то, что я сказала, первое – остаться дома. Второе – вызвать врача. И третье – если вы не один дома, то нужно отделиться от своих домочадцев, перестать с ними контактировать, чтобы не заразить их, постараться. Но если такой возможности нет, если это в общежитии комната, то нужно одеть все-таки маску, чтобы не заражать. Но вот насчет общежития хотелось бы сказать отдельно, что, конечно, рекомендуется на каждом этаже или в каждом доме общежития иметь свою отдельную комнату с кухней, с туалетом, ну, типа изолятора. Что если легкие формы гриппа или ОРВИ возникают у студентов, что временно их туда переселить до вызова врача, чтобы избежать заражения других студентов? Вот такой секрет. Вот как врач может распознать? Просто не знаем точно, поэтому я вас и уточняю. Вот все-таки это ОРВИ или это грипп? Ну, есть клинические признаки, которые врач отличает, но есть и анализы. Конечно, если это тяжелая форма гриппа, то делается ПЦР-анализ и исследуется конкретный тип вируса. Но есть и симптомы, которые указывают ОРВИ или грипп. Например, интоксикация. При гриппе это всегда тяжелая интоксикация. Что это? Головная боль, озноб, боль в теле, высокая лихорадка. При ОРВИ чаще не бывает интоксикации. Температура нарастает постепенно. Может быть, невысокой, а при гриппе это 38, 39, 40. При обычной ОРВИ чаще бывает насморк, кашель в первую очередь. А при гриппе в первую очередь высокая температура и кашель-насморк присоединяется уже на второй день. И покраснение глаз вот такой тоже симптом. При гриппе это очень часто. А при обычных ОРВИ не наблюдается. При обычных ОРВИ это бывает чихание, например, сухой кашель. А потом только температура. Ну, еще, может быть, две детали хотелось бы уточнить. Многие все-таки люди, ну, сегодня мы понимаем, не очень легкое экономическое положение, стараются все-таки оставаться в экономике, то есть на работу ходить. И надеются на то, что придут в аптеку и все равно что-нибудь грамотное посоветуют и как-то себя сохранят. Вот вы рекомендуете использовать этот метод? То есть действительно в аптеке могут посоветовать? Ни в коем случае. Дома нужна, во-первых, уже объявлена эпидемия в городе, поэтому нужно полагать, если любой подъем температуры, в первую очередь исключить грипп. Поэтому нужно остаться дома и вызвать врача. Врач разберется, что там. Это ведь под видом температуры может любое другое заболевание протекать, кроме гриппа. Но и в аптеке тоже не нужно спрашивать рекомендации. Рекомендации может дать только сам врач, оценив состояние конкретного пациента, учитывая его статус, возраст, предыдущие заболевания, хронические заболевания и только на фоне после вот этого анализа и полного анамнеза у этого пациента порекомендовать лечение. Ну и завершающее. Мы сейчас говорили о тех, кто почувствовал уже симптомы. А те, кто сейчас здоров, что сделать, чтобы они не почувствовали симптомы? Кто здоров, должен соблюдать оптимальный режим труда и отдыха. Во-первых, выделять время на прогулки на свежем воздухе. Высыпаться, то есть ложиться сегодня до 12, чтобы встать завтра, не сидеть ночами. Во-вторых, полноценное питание. Питание полное витаминов, фруктов, достаточное питье. Ну и носить маску – это очень эффективно. 90% мы защищаемся от ОРВИ масками. Ну, маску нужно носить в помещениях, в скученности в такой, например, если вы едете в транспорте, если вы находитесь в торговом центре, ну, может быть, на лекции или на занятиях, где много студентов. Ну, не нужно их носить маски на улице, где уже проветривание идет. Частое проветривание помещения – очень хорошее мероприятие. То есть и дома, и лекционные классы, учебные классы обязательно должны проветриваться, несмотря на температуру воздуха за окном. Вот, и, конечно, не рекомендуется посещать массовые мероприятия или такие места, где много людей, ну, например, там, торговые центры. Ну, пока избежать вот таких мероприятий. И избегать, конечно, больных людей. Если человек болеет, не нужно к нему приходить навещать его. Не нужно. Можно по телефону пообщаться. Итак, как и обещал, у нас сегодня в гостях квартет «Дремон Челос». И я беседую с Михаилом Исаханяном. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Прежде всего, учитывая, что мы находимся в стенах Казанского федерального университета, то есть все-таки образовательное учреждение, первый вопрос по поводу того, кто вы по образованию. Вы и ваши коллеги. Кстати, представьте их. Мы все выпускники Казанской консерватории. И, соответственно, после выпуска мы закончили аспирантуру. Даже аспирантуру? Даже. Теперь, если можно, исковозствовать этот квартет, потому что в квартете каждая, я понимаю, личность, она самодостаточна. Было бы интересно познакомиться. Сергей Пономарев, Адель Закиров и наш ударник Александр Облаев. Очень приятно. Я так понимаю, что вы помимо то, что мы называем классической музыки, исполняете еще нечто, что либо нам позволяет классическую услышать в более современном звучании, либо современную при помощи классических, что называется, инструментов как-то прочувствовать и услышать по-новому, да? Да. Мы в основном играем в рок- и поп-композиции, но в нашем повествовании, извлечении, оно звучит совсем по-другому, приобретая какие-то классические элементы. Получилось, что рок- и поп-композиции в общем силами людей, которые традиционно привыкли, играют аспирантуру, да, классическая музыка из рук. Мы все играем в профессиональных коллективах, оркестрах, и иногда хочется отойти как-то от привычной работы и поиграть для души. И вот с этой целью мы собрались, начали играть, репетировать. У нас что-то подобное есть в республике? Ну, такой именно состав, он уникальный. Такого состава больше в Казани нет. Вот не безинтересно, вот Дрем Энчелос, чтобы у наших зрителей не было сомнений, что это? Мы очень долго думали над названием и решили назвать его просто «Ударный» и «Эвел Энчелли». Получился драм Энчелос. Ну так все очень просто. Да, все прозаичное. Тогда еще один музыкальный, даже, я бы сказал, около музыкальный вопрос, поскольку мы пережили большую череду новогодних, старо-новогодних праздников, и очень много было споров как раз вокруг современной музыки, вокруг того, чего нам показывают по телевидению, что это такое вообще за безобразие. Вот, а какие ваши музыкальные пристрастия, вот ваши, ваших друзей по квартету, как вы вообще относитесь к современной музыке, которая у нас в России тут звучит? Ну, в России тоже есть музыка, достойная на жизнь, но в основном мы играем композиции западных композиторов. В основном это рок-хип-поп, композиции таких, как AC-DC, Майкл Джейксон, Avicii, Гирвана. В основном это рок-композиции. Все-таки они лучше? Ну... Или они лучше ложатся под классический, что называется, инструмент? Просто мы предпочитаем больше их слушать, чем наши рок. Но надо отдать должное, что в России тоже есть свои хорошие рок-круппы, интересные, которые можно слушать. Спасибо. У вас очень дипломатические ответы. Это достаточно приятно. Что вы сегодня нам представите? Сейчас мы сыграем композицию AC-DC Thunder Strike. Итак, смотрите и слушайте сами. Доримен Челос. А мы с вами встретимся ровно через неделю. Всем доброго. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok